друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки на финансовых рынках продолжается тенденция ослабления о курсе американской валюты мы отчетливо можем увидеть это в движениях и агрессивных распродажах индекса американского доллар 93 42 пункта мы наблюдаем в данный момент друзья и я думаю что учитывая динамику именно активности продавцов последние полторы недели вот так вот можем полномерно добраться до 92 пунктов и не ниже на рынке явно преобладает склонность инвесторов к риску это также доказывает динамика а фондового рынка сша ключевых индексов an snp nasdaq доу-джонса я активно слежу за доу-джонсом рекомендовал вам друзья его покупать и в данный момент по этому индикативу фонды видим значение двадцать восемь тысяч шестьдесят фунтов это еще не предел доу точно сможет восстановиться еще на больше что же стало причиной все-таки рыночного оптимизма вчера на рынке было очень много новостей о том что состояние трампа улучшилось напомню что в пятницу он был госпитализирован с к видом также как его супруга выходные новостной фон менялся от крайне негативного до положительного но в понедельник мы начали с следующим то что трамп идет на поправку вполне возможно может вернуться в белый дом к выполнению своих президентских обязанностей уже до конца собственно так первого на рабочего дня и рынок ждал действительно подобного рода подтверждения они были очередной твита трампа о том что его фактически уже выписали и в данный момент он чувствует себя лучше чем 20 лет назад это сразу же друзья убрала риска усиление политической неопределенности сразу же позволило выдохнуть тем кто решил что если трамп сейчас сойдет с дистанции то джо байдена станет президентом сша его одна из основных инициатив это повышение налогового времени возможно на одном из последних брифингов я делал акцент друзья на то что если байден все таки станет президентом и протащит свою налоговую инициативу то прибыли ключевых американских компаний костяка индекс s&p 500 может снизиться в диапазоне от 9 до 10 процентов если вы инвесторы американского фондового рынка вы должны понимать что снижение прибыли корпоративного сектора прежде всего отразится на вас друзья на инвесторах скажем так на нас со всех и это очевидный негатив который по моему субъективному мнению отождественным ожиданием того что приход байдена к власти это начало развития нисходящего медвежьего тренда по американскому фондовому рынку мне не очень нравится этот сценарий потому что я все-таки считаю что у трампа есть больше шансов поддержать победу и победа трампа укладывает в ожидании мои субъективные того что американский фондовый рынок может выйти на новые локальные максимум поэтому я жду что трамп вернется в предвыборную гонку и 15 октября проведет очередной раунд дебатов и в этот раз все-таки сможет одержать победу усилить свои позиции подстегнуть интерес к своей персоне со стороны сомневающейся части электората и повысит вероятность того что именно у него будут шансы стать следующим президентом сша в сухом остатке друзья что мы имеем на данный момент улучшение настроения как я уже отметил нету негатива связанного с к видом трампа есть только одно что обращает в целом общий новостной фон эта ситуация с коронавирусом к сожалению вторая волна продолжается все больше и больше регионов повторно вводят ограничения карантины практически аналогичных масштабов тому что мы видели в начале двадцатого года очень много проблем сейчас у европейских стран в англии в сша в принципе с посмотрите статистику исследовательского центра джона хопкинса вы поймете о чем я говорю сейчас конечно же температура на улицах падает люди меньше времени проводят вне помещений собираются в помещениях и это повышает риск распространения к вида раньше в летние сезоны мы как раз и допускали что осенью может начаться на повторная вспышка эпидемии к сожалению именно это сейчас и происходит но не будем ладно негативить работаем с тем что есть и по индексу американская валюта друзья повторяю что пока у нас есть объективное основание полагать что трамп станет президентом у нас сохраняется ставка на снижение курса американской валюты мы также ожидаем новых мер экономического стимулирования от конгресса и после последних данных по non-farm pearls я думаю что конгресс все таки ускорится принятие этого решения позитивный фонд вчера за белый дом заявил о том что он готов вы закончите сделку с конгрессом и эта сделка будет в самое ближайшее время признаю что точно такой же комментарий белый дом делал две недели назад но за это время ничего не изменилось но все таки вот этот новостной фон эти сообщения лучше чем их отсутствие я верю в сделку конгресса и верю что самое ближайшее время мы получим еще более мощный импульс для снижения курса американской валюты сегодня в 17.40 выступление джерома паула скорее всего в своем выступлении он снова сделает акцент на то что дальнейшее восстановление американской экономики зависит от решительности конгресса то есть у нас такой знаете замкнутый круг и все упирается в на проактивности американских законодателей золото 1911 как мы ожидали рост продолжается сити прогнозирует на ближайшие три месяца 2200 долларов за тройскую унцию нефть восстанавливается 41 48 кто-то считает что причины опять же вчерашнего роста стали технический фактор и забастовка нефтяников в норвегии результате чего в принципе сейчас не работают не функционируют основные месторождения я считаю что основная причина вчерашнего роста нефти это снижение курса американского доллара и поскольку ставка на снижение американца сохраняется я верю в дальнейшее восстановление и энергетического сектора евро против доллара 1 17 90 рост продолжается сегодня в 16.00 выступление кристин лагард то ничего прорывного я от нее не ожидаю скорее всего она признает наличие понижательных рисков из-за ситуации с к видом но на евро сейчас оказывает влияние только лишь доллар здесь тоже та же самая ставка что и в отношении прочих рисковых инструментов четкая позиция слабости доллара это поддержка для главного валютного риска и ожидание роста евро доллара выше отметки 1 1850 кайман нам в помощь друзья большая часть трейдеров по-прежнему продает значит рынок имеет очень хороший потенциал и 7 против а толпы фон против доллара 12987 по-прежнему рекомендую все-таки держаться подальше от этой валютной пары потому что 15 октября дедлайн когда должна быть заключена предварительная сделка между если англии все ближе конкретики нету и вчерашний комментарий джонсон как бы подлили масло в вагоне он отметил что конечно же будет крайне рад тому что если и с и англия договорятся до 15 октября однако если сделки не будет англия практически ничего не потеряет полагаю что на фоне такой риторики активность инициативность европейского союза по предложению тех самых параметров сделки которые стали бы компромиссными устроили бы всех она разумеется снижается довольно стремительно я не верю в сделку по брекзиту я жду негативных новостей по фунту поэтому готов к тому что фунт может оказаться очень быстро одним из самых главных аутсайдеров рынка австралийц против доллара сегодня сделаем акцент на эту валютную пару потому что несколько часов назад резервный банк австралии опубликовал решение по ставке провел заседание ставку оставили на прежнем уровне 0,25 процента точно такая же риторика как месяц назад два месяца назад политика будет оставаться стимулирующей потому что есть проблемы с экономическим ростом из-за ситуации с пандемией ставки не будут повышаться до тех пор пока не удастся достичь цели по экономическому росту и по инфляции реакция австралийца ну практически не было она стала символична несколько пунктов вверх вниз и рынок стабилизировался поэтому друзья я предлагаю благополучно последствия резервного банка австралии решение заседания забыть и сфокусироваться опять же на влияние доллара на риск австралийца уверен будет расти с целью выше 7 0 72 50 опять же на слабости курса американского доллара на этом все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока